Доброго денечка, ну или вечерочка. Сейчас я нахожусь в середине созидательного пути по изготовлению верстаков. У меня изначально планировалось два верстака вот на этот вот угол. И уже сейчас у меня возникло несколько трудностей. Планируется два верстака. Один большой вот здесь вот, с выдвижными ящиками на колесиках, который у меня будет перемещаться по всей мастерской. Видео, кстати, про него уже вышло на канале несколько дней назад. И второй, вот в этом вот углу. Оба верстака изготавливаются в один день, то есть они будут готовы, можно сказать, одновременно. Однако запихнуть весь видеоматериал в одно видео 20-25 минут у меня уже никак не получается. Слишком большой объем работ. И о каждом верстаке хотелось бы рассказать отдельно. Так что пока вот этот вот большой верстак находится в сушке после покраски, мы займемся изготовлением малого верстака. Самое время подготовить основание для следующего стола. Ну, даже не стола, скорее всего, это будет стоечка. Вот такая вот маленькая стоечка. Однако тут тоже возникла проблема. Цены на металл также сильно подросли. Еще буквально год назад я просто не понимал тех бомжей, которые собирают металл на металлоприемках. Они собирают вот такие вот кусочки и пытаются из них что-то дельное слепить. Однако в свете последних событий, мужики, я с вами. В том году мне каменщик смонтировал новый участок забора. Раньше здесь был забор на каркасе из профильной трубы, обшитый плоским шифером. Из хризолит-цемента. Хризолит-цементными плитами, давайте так по-научному называть. И сейчас с той стороны у меня осталась профильная труба со стоек. Как раз 60 на 60. То, что нужно для ножек. Следовательно, я сейчас пойду на участок соседа, чтобы воровать свою профильную трубу. Как-то не очень, да, звучит? Для того, чтобы срезать столбики, нам понадобится самый большой отрезной диск, который только имеется. В данном случае это 230 миллиметров. Аккумуляторного инструмента по 230 диск у меня, к сожалению, не имеется. Так что придется разматывать километры удлинителя. Как говорится, экономия должна быть экономной. И сейчас мы нарежем порядка 8-9 метров профильной трубы 60 на 60. Если перевести в рубли, около 5000 рублей. Ну, за 5000 рублей, я думаю, можно проникнуть на территорию соседа. Тем более, что она в чистом поле и ничем не огорожена. А вот тут произошла небольшая накладочка. Профильная труба-то здесь использовалась 80 на 80, а не 60 на 60. Будет очень мощная подстолье, я смотрю. Прежде чем вести свежедобытый лутно-сварочные работы, было решено его полностью зачистить. Поскольку есть подозрение, что гидроизоляция на цементной основе будет вариться, ну, так себе. Да и удобнее зачищать в таком состоянии, нежели после того, как профиль станет готовой конструкцией. Сегодня просто невероятно жарко. Осталось загрузить железяночки в кузов автомобиля и можно пойти искупаться. Со всеми этими работами я, блядь, забыл, что я живу на берегу реки. Ну, как бы реки. Сам я сварщик, от слова присиральщик. Поэтому ездил к специально обученному человеку, у которого нехило так прокачан этот скил. Тем более, у него есть ленточная пила. Изготовление одинаковых заготовок с резом под 45 градусов на ленточной пиле происходит очень быстро, очень ровно и очень точно. Сразу, наверное, стоит отметить, что подверстачья получилась просто исполинская. Поскольку на временный забор, по неведомым мне причинам, я использовал профильную трубу 80 на 80. А для перемычек между этими столбиками 80 на 80 была профильная труба 50 на 50, стенка 3. То есть, таким образом, мы из старого забора сделали подверстачи. Весит оно, честно говоря, я не знаю, сколько оно весит, но одному его поднять очень и очень тяжело. И на данном этапе, пока оно не обработано и не покрашено, это не составляет никакого труда, поскольку его можно таскать, сбить и пинать. А вот когда оно покрасится, но я даже не знаю, как я его потяну в мастерскую. Поскольку все свои лепестковые диски я угробил еще на первом верстаке, это подстолье мы будем обрабатывать, можно сказать, трофейными дисками, которые были в старом верстаке и достались мне вместе с ним. Вася, Вася, а где электричество? Весь процесс изготовления, зачистки и покраски, я думаю, не стоит демонстрировать, поскольку он идентичен предыдущему верстаку. Так что логичнее будет перейти уже к последнему этапу сборки и установки. Пользуясь случаем о лепестковых дисках, здесь я их положил очень сильно немало. Итак, с чего бы начать? Больше всего мне понравились лепестки Inforce. Цена-качество вообще отличная штука. Лепесток Dexter, блин, ну такое себе удовольствие, если честно. Даже не знаю, что это за лепесток. Металл, вуд. Но вот это вот редкостное говнище, не советую брать. Однако самый дерьмовый, почти самый дорогой, это лепесток Polyfan. Блин, вот эти вот все лепестки мне полетели в лицо. А вот от DeWalt'овского лепестка я ожидал намного большего. Честно говоря, немножко подрастроил. Не, он неплохой. Можно сказать, он точно такой же, как Inforce. Только Inforce стоит в два раза дешевле, чем DeWalt'овский. Столешница малого верстака, само собой, малая. Она вдвое уже, хотя незначительно длиннее. Мероприятия по ее шлифовке такие же, как и в прошлый раз, да и материалы те же. Несмотря на то, что этот верстак будет стоять постоянно в примыкании со стеной, все торцы также зашлифовываю. Ну, мало ли что, вдруг придется развернуть со временем. Далее мандражирую дырки под крепеж столешницы и прикладывая нечеловеческие усилия, перетаскиваю сию конструкцию в заданный угол. Столешница, хоть и малая, но тоже, сука, тяжеленная. С крепежом особо не заморачивался. Через профиль к столешнице на 10 саморезов 6 на 80. Выбор материала для полок пал на лестничные ступени. А почему, собственно говоря, и нет. Раз уж столешница из тетивы, то и полки, и ступени, и также лиственница, но 300 на 40. Метод крепления полок опять тот же, что и у столешницы. Однако крепеж несколько короче, 6 на 70. А вот далее уже визуализация. Поскольку в ножках больше металла, чем в остатках контейнера, из которого сделана моя мастерская, решил и столешницу визуально сделать более массивной. После монтажа упора на большом верстаке остались некие ошметки, которые также нужно подрезать где на 10 мм, а где и на 3. На третий день обрезательных работ к пиле я уже привык. Возможно, в скором времени на нее появится обзор. Хотя полноценного распиловочного станка она никак не заменит. Собственно говоря, не для этого она и покупалась. Шлифовка, торцовка и прилепка происходят по стандартной схеме. Уголок к уголку, клей и гвозди. Хотя лучше и надежнее, наверное, были бы саморезы. Но с ними возни намного больше. Субтитры создавал DimaTorzok По завершении всего процесса финишная шлифовка и промахловка, что ли. Есть такое слово вообще, промахловка. Нанесение масла на столешницу. Итак, лак для столешниц. Подходит для ламинированных и ранее окрашенных поверхностей. Высокая устойчивость против царапин и пятен. Дуб матовый. Слава современным технологиям. Лак тоже без запаха. Обладает еще тефлоновыми свойствами. Тоже держит температуру около 100 градусов. Самое главное, он не царапается. Так, а как ты открываешься? О, открылось. Так, а это что такое? Держать в недоступном для детей месте. Я перечитал все, что написано на банке. На русском, на киргизском языке. На каком тут еще языке написано. И нигде нет информации, что это за хрень. Блин, что-то капнуло. Возможно, ну как я надеюсь, это какой-то отвердитель. Под других причин ложить что-то подобное в банку, но я абсолютно никаких не вижу. Посему я его весь и захерачил туда, вовнутрь. И еще один интересный нюанс, который я вычитал. Лак приобретает свои свойства через 20 дней. То есть 20 дней столешницу нельзя подвергать каким-то тяжелым механическим воздействием. Мыть, протирать. А только любоваться ее. Блин, а еще какая-то тут мутная жижка. Блин, не испорчу ли я свою красивую столешницу этой херней? Сейчас попробуем на кусочке лиственницы, который у меня остался. Как же это дело будет выглядеть-то, а? Так, ты ложись сюда. Ты наливайся в баночку. Какой идиот придумал эти квадратные коробки. Так неудобно с них наливать. Сделано во Франции. Ну да. Все через жопу в этой Франции. Будет ли моя лиственница похожа на дуб? Ну да. Похожа на дуб. Ладно, похерачили. Ну что, все круто. Цвет практически не меняется. Я бы сказал, он вообще нифигашеньки не меняется. Завершающий этап. Нанесение финишного покрытия на малый верстак. Ну, на самом деле, лаком я их покрываю в один день. Большой верстак. Вон он стоит. Давайте покажу. Вот он. Он сейчас засыхает. А я тем временем буду наносить тот же самый лак. Уже на малый верстак. И, наверное, его тоже стоит чуть-чуть отодвинуть. Блин. Вот так. Он охренеть получился тяжеленный. Просто охренеть. Слушай, а что ты не на своем месте шатаешься, а? Финишное покрытие я выполнил по инструкции. То есть, блин, палец испачкал смазку. Где тряпочка? Итак, верстак я подготовил. Верстак покрашен. Но единственное но, я забыл его проверить на нагрузку. Это все-таки вспомогательный инструмент. И он должен держать вес вспомогательного инструмента. Несмотря на то, что я сделал заведомо более мощные ножки. Ну, как заведомо. У меня просто стойки на забор были мощнее, чем я планировал. И перемычки я планировал сделать из 30 на 20. А получились 50 на 50. Стенка 3. Значит, стол у меня получился несколько серьезнее, чем я хотел. Испытание стола провести все-таки необходимо. Итак, у нас длина стола получилась 212 сантиметров. Вся эта конструкция опирается всего лишь на 2 ножки. Толщина столешницы у нас 5 сантиметров. Или 50 миллиметров. Полочка 40 миллиметров. То есть, при максимальной загрузке стрела провисов в середине, вот в этом вот месте, не должна превышать примерно 4%. Это идеальная плоскость. Кстати говоря, мне с этим столом досталась поверочная чугунная плита. Надо бы привести ее в чувство и проверить уровень на ней. Готовим инструмент, чтобы проверить стрелу провиса в середине. То есть, если столешница провиснет, у нас будет уровень гулять туда-сюда, влево-вправо. Ну, примерно. Вот он, нижний щуп от штангенциркуля. Примерно его толщина 1 миллиметр. Мы его подставляем под уровень. И вот он уровень гуляет влево-вправо. Итак, момент истины. Нагружаем вспомогательный стол вспомогательным инструментом. Нет никаких отклонений. Вообще, держит нагрузку феноменально. Чтобы добавить эпичности, я отключил основной свет и включил фоновую подсветку. Не зря же ее делал. И в этом свете столы смотрятся... Ну-ка, отойди. Еще круче. Вообще огонь. Так, карандашик убрать. Не порти мое лакокрасочное покрытие. Ну и напоследок я, наверное, все-таки покажу косяки. На самом деле, не все так хорошо. В этом месте я засовывал полку, ободрал краску. Она недостаточно хорошо высохла. На самом деле, эта краска до сих пор ногтем царапается. Далее, это нижняя планка. Я их клеил, а снизу прибивал неллером. Вот здесь вот шляпка от гвоздя торчит. А вот здесь вот гвоздик у меня не попал туда, куда надо. И вот в этом месте случилось то же самое. Здесь он даже выбил кусочек облицовки. Ну и также вот эти вот мои фантастические зазоры. На самом деле, изначально я думал закидать все это дело шпаклевкой и затереть, чтобы не было видно. Однако, впоследствии решил оставить все как есть, чтобы когда я работал за этим верстаком, я смотрел на все эти косяки и понимал, как делать не надо. А не то, что шпаклевка выручит в любой ситуации. Нет. Что ж, на этом этапе моя мастерская получила левел ап. А у меня на этом все. До новых встреч. Гребаные ящики. Блин, что я с ними только не делал, хрен получается их выставить. Это на видео все хорошо, то есть ящики выехали, заехали. А на самом деле верхний ящик это звездец какой-то, хрен его выставить. Однако, не могу не отметить, что толщина стенки этого ящика 2 миллиметра. 2 миллиметра металла. То есть не 0,8, не 1, не 1,2, а 2 миллиметра. Блин, в нем можно наковальню возить в этом ящике.